МИХАИЛ НЕПОЧАТЫХ Миш, добрый день. Ну вот настало время обсудить сегодня и фунгицидную защиту зерновых. И первый вопрос, который напрашивается, это в каких ситуациях оправдано применение минимальных фунгицидных дозировок? Применение фунгицидов с минимальной зарегистрированной дозировкой, оно оправдано в следующих ситуациях. Это в зонах с недостаточным увлажнением и с низкими урожаями, невысокими урожаями, на посевах с низким потенциалом культуры. А также в системах с несколькими обработками, там где, к примеру, между обработками по флагу и по колосу проходит короткий промежуток времени. Вот в этих условиях, чтобы додержать культуру здоровой до обработки по флаговому листу, применяют минимальные дозировки по флаговому листу, и в этом случае культура будет защищена. Хорошо, с ситуациями понятно. Ну, не секрет, да, что в условиях снижения себестоимости производства зерновых многие сельхозтоваропроизводители используют минимальную фунгицидную дозировку при обработке культуры. Подскажи, пожалуйста, ты как эксперт, вот твое мнение, насколько это целесообразно и каковы плюсы и минусы вот такого подхода? Конечно же, один из основных плюсов применения минимальных норм фунгицидов – это себестоимость, это экономическая целесообразность. Следующее – это экологическая целесообразность, то есть снижение пестицидной нагрузки на ограбец и нос, это более экологичная продукция, но, как правило, это менее важно по сравнению, это меркнет по сравнению с экономической целесообразностью то есть себестоимостью продукции хочу сказать про дозировки что дозировка опять же будет минимально зарегистрирована дозировка она отличаться от зависимости от патогена который вам необходимо проконтролировать и вот на примере если взять miravis эйс это новый фунгицид от компании сингента который зарегистрирован против листовых пятнистостей с дозировкой минимальной 0 5 литра на гектар а против фузариоза колоса минимальная дозировка у этого фунгицида будет 0 75 литра на гектар и вот не стоит ожидать того что применив miravis эйс с дозировкой 0 5 литра на гектар вы сможете проконтролировать все заболевания включая фузариоз колоса против фузариоза все-таки требуется минимальная дозировка 0 75 литра на гектар и она отличается от листовой дозировки спасибо миша по дозировкам все понятно подскажи пожалуйста вот если хозяйство твердо приняло решение сработать минимальными фунгицидными дозировками на что еще им стоит обратить внимание естественно нужно понимать что при обработках минимальными нормами фунгицидов период защитного действия будет короче если так случится что погодные условия будут благоприятны для развития патогенов то минимальная дозировка просто может не справиться с прессингом заболеваний и соответственно вам возможно придется перерабатывать также не стоит ожидать от минимальных дозировок если вы работаете фунгицидом с физиологическим действием не стоит ожидать столь мощной физиологии как от максимальных дозировок того же самого фунгициды вот качество нанесения она просто должно играть ключевую роль у вас просто нет права на ошибку есть в этом случае работая минимальными дозировками вы должны нанести фунгицид качественно и распределить его равномерно по поверхности растений вам следует учитывать абсолютно все параметры в том числе норму расхода рабочей жидкости я бы рекомендовал не меньше 150 литров на гектар влажность воздуха не ниже 40 процентов температура оптимальная скорость ветра оптимально форсунки нужно выбирать зависимости от культуры стадии культуры и поверхности культуры на которую вы наносите фунгицид если такого сета одни форсунки и стали то лист другие форсунки и так и далее то есть качество нанесения еще раз повторюсь очень важно при работе с минимальными дозировками если вы приняли решение работать минимальными дозировками триазолов то опять же нужно понимать когда вы хотите нанести триазольные фунгициды и здесь очень важно наносить триазольные фунгициды с минимальными дозировками когда очень низкий порог заболевания в поле то есть когда нет в поле сильного развития заболеваний если так случилось что вы все-таки пришли и увидели что сильное развитие заболеваний в поле то триазольные фунгициды лучше применять максимальных дозировках но хотя бы средней дозировки возьмите. Опять же, требуется еще дней через 10-14 после обработки прийти в поле и проконтролировать, убедиться, что болезнь не прогрессирует и симптомы новые не появились. Еще один из рисков и куда стоит обратить внимание при работе минимальными дозировками фунгицидов, это привыкание гриба к этим фунгицидам, то есть это резистентность. Есть такая международная организация, мы ее для простоты называем ФРАК, это организация, которая занимается мониторингом и изучением резистентности. Так вот, они не рекомендуют применять даже триазолы для лечения и искоренения заболеваний, потому что это влечет к увеличению рисков развития резистентности. Представьте, если вы работаете минимальными дозировками фунгицидов, триазолов, да еще и по сильным симптомам работаете, риски резистентности возрастает в несколько раз даже по сравнению с максимальными дозировками этих фунгицидов. И, соответственно, еще хочу сказать, что не стоит баловаться, не стоит постоянно применять минимальные дозировки фунгицидов, особенно с одним и тем же механизмом действия, даже в зонах, где, как правило, невысокий фонд заболеваний. Поэтому минимальные дозировки, да, они имеют право на жизнь, они актуальны, потому что они популярны действительно, потому что экономическая составляющая, она очень важна. Но стоит к ним подходить все-таки при выборе минимальных дозировках ответственно и учитывать те параметры, о которых я сейчас говорю. Миша, и второй такой основной вопрос, который напрашивается при обсуждении оптимизации фунгицидных обработок, это профилактические обработки. Нужны ли они? Когда нужны? Вот расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом. Профилактические обработки, они обязательно нужны, если вы работаете против, и вы хотите защитить культуру против таких патогенов, как фузариоз колоса, как циркоспорелезная прикорневая гниль. То есть, если вы хотите защищать против вот этих патогенов культуру, то только профилактические обработки, никакие обработки по симптомам здесь работать не будут, они будут бесполезны. Также профилактические обработки, они важны, если у вас нет собственной службы мониторинга с высококвалифицированными специалистами. Если у вас нет техники, которая способна буквально по щелчку пальцев выехать в поле, то есть по сигналу, и начать обработку фунгицидами. А также для того, чтобы избежать вот этих рисков с погодными условиями, неблагоприятными погодными условиями при обработке. Потому что когда наступят сигналы, не факт, что у вас будет благоприятная погода для обработок. Вот в этих случаях всегда нужны профилактические обработки, и имеет смысл работать по фазе культуры. Понятно. Но верно ли я понимаю, что не любым фунгицидам можно работать профилактически? Для профилактических обработок подходят больше фунгициды с длительным периодом защитного действия. На основе стробилуринов и карбоксамидов, как правило, такие фунгициды. А если брать триозольные фунгициды на основе бензимидозолов, аминов, то такие фунгициды больше подходят для обработок по симптомам, по каким-то порогам и для систем защиты с несколькими обработками фунгицидными, где не требуется широкий интервал, длительный интервал защитного действия. Вот в этом случае триозольные фунгициды, они всё-таки подходят для обработок по симптомам. Вот, к примеру, если ты хочешь обработать пшеницу против листовых пятнистостей, триозольным фунгицидом, давай возьмём такой пример, как поступить? Вот у тебя только одна обработка, нету следующей обработки, через короткий интервал по симптомам работать. Нет смысла в этом случае, потому что короткий период защитного действия. И триозолами лучше работать по пороговым значениям заболеваний. И в этом случае для пшеницы, если защищаем флаговый лист, то требуется посмотреть на третий лист сверху и должно быть 3-5% развития заболевания, то есть пятнистостей на третьем сверху листе. В этом случае это идеальная фаза, момент, когда требуется обработки по симптомам и триозолам. Но для этого тебе нужна, опять же, служба мониторинга, высококвалифицированные специалисты, которые смогут отличить заболевания друг от друга. Опять же, нужна техника, которая будет быть на готове. И опять же, нужно то, чтобы погода благоволила, и была возможность вообще выехать в поле и обработать, и провести обработку. Вот поэтому многие хозяйства на самом деле не хотят рисковать, особенно крупные хозяйства, и они выбирают тактику немножко иную, они выбирают тактику обработок по фазам развития культуры, применяя как раз-таки высокоэффективные фунгициды на основе страбилуринов и карбоксамидов. И я бы хотел такой пример рассказать. Да, поделись, пожалуйста. У нас такой опыт был в 2022 году, азимая пшеница Таня. Вот обработку мы проводили в начале фазы выхода в трубку, конец кущения, начало выхода в трубку, и сделали обработку разными фунгицидами. А также следующая обработка у нас была по колосу, против фузариоза колоса. То есть мы здесь особо не смотрели на фитосинитарную ситуацию, просто работали по фазе наступления культуры. И отличалась только обработки в Т1, так называемой, то есть в самом начале, когда обрабатывали мы фунгицидами в конец кущения. Там были популярные фунгициды на основе триазолов, морфолинов, также и с дробиурины присутствовали и так далее, и наш фунгицид Мерависонео в минимальной дозировке. И величина сохраненного урожая только от применения Мерависонео в дозировке 0,5 литра на гектар, а я напомню, что это не только фунгицид, который обладает очень большой эффективностью, но в том числе он обладает и мощным физиологическим действием. То есть и величина сохраненного урожая от применения Мерависонео была от 4 до 6 центнеров по сравнению с другими фунгицидами. И если перевести эту стоимость от полученной зерна, возьмем зерно 4 класса со стоимостью 11 тысяч рублей, то упущенная выгода от применения фунгицидов, других фунгицидов по сравнению с Мерависонео, как раз таки будет от 4,7 до 6,7 тысяч рублей с гектара. Спасибо за пример, я считаю, он очень показательный в данном случае. Давайте теперь обсудим обработки по симптомам. Что можно сделать, чтобы они прошли более эффективно? Обязательно нужно выбрать фунгицид, который будет работать против того или иного патогена, и его дозировку, как я уже об этом говорил, она должна рабочая быть против того или иного патогена. Не стоит тушить пожар, то есть всё-таки нужно работать при ранних симптомах проявления заболеваний, а не когда уже всё в поле сильно поражено. Ну и качество нанесения должно быть на высоте, в этом случае обрабатывать нужно при благоприятных погодных условиях и качественно наносить фунгицид на поверхность растений. Хочется отметить, что, опять же, при мониторинге заболеваний очень важно привлекать высококвалифицированных специалистов, это очень достаточно сложный процесс. У компании Сингента есть платформа Крупвайс, которая помогает оптимизировать работу агронома при мониторинге заболеваний. Миша, большое спасибо, ты дал массу полезной информации, которой, я уверена, воспользуются наши зрители. Спасибо, до встречи. Спасибо, до встречи. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда их можете задать в нашу агроподдержку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok